Как избавиться от неприятных соседей? Пять месяцев без газа и горячей воды. Как выжить в таких условиях? У кого в Орле самый красивый и ухоженный двор? Обо всем расскажу сегодня. Это про ЖКХ. Меня зовут Екатерина Морозова. В нашем доме поселился замечательный сосед. Это фраза из популярной песни, но явно не про 107-й дом на улице латышских стрелков. От соседства с источающими характерный аромат нечистотами в подвале многоэтажки устали все его жители. Удалось ли управляющей компанией решить проблему и кто виноват в ее появлении, знает Сергей Прошкин. В этом подвале должно быть что угодно, только не оно. Местные утверждают, сюда через трубы попадает как минимум половина канализации. Воня стоит такая, что мучает жильцов всего подъезда. Особенно достается жителям первых этажей. Я не могу открыть окно, потому что я сейчас задохнусь. Это какой-то кошмар. Стоит жара 30 градусов. И там уже вместо канализации с водой жижка. То есть я не знаю, как ее убирать. И что они вообще собираются делать с этим. Я не могу открыть окно. У меня в квартире вонь. Жильцы утверждают, что запах отсюда разносится по всей округе. А управляющая компания ЖРЭП-заказчик проблемы не замечает или делает вид, что не замечает. У нас здесь даже во дворе дети бегают на улице. Они просто нос затыкают вот так. И вокруг площадки убегают туда куда-нибудь, лишь бы это все не нюхать. Старики живут, которые не выходят вообще из подъезда. В смысле из квартиры. Вообще не выходят. Инвалиды. И они все сидят дома и все это нюхают. И они, вы понимаете, они даже без действий ничего не делают. Вот только обещают. Это они умеют обещать. И все. И вот я не знаю, сколько я в юстии писала и устно говорила. Ну, бесполезно. Инженеры управляющей компании уверяют, все дело в несоблюдении жильцами правил пользования канализацией. Жильцы домов допускают попадание, значит, общего домового строительного мусора, бытового, средств личной гигиены, наполнитель для кошачьих туалетов, получается, тряпки. Все это приводит к тому, что на многоквартирном доме образуется и запах, и засор канализационных труб, запах в квартирах, запах в подвальном помещении, залитие квартир, бывает, случаются и такие вещи. Залитие в подвальном помещении и даже в домовой территории. Сейчас все нечистоты из подвала откачали, насыпали песок и провели дезинфекцию. Впрочем, версии о причинах засора канализаций жильцов не устраивают. Не только же в нашем доме живут плохие люди, которые засоряют трубы, правильно? Таких людей, ну, целая куча по всем домам. Но в других-то домах такой проблемы нету. Каждый месяц идет залитие. Да, сейчас они почистили. Молодцы, я ничего не говорю. Но через месяц, может быть, опять залитие, понимаете? А проблема, она осталась. В управляющей компании пообещали всем жильцам подъезда довести правила пользования общей домовой канализацией под личную подпись. Без газа и горячей воды. Так, в областной столице живет пенсионерка уже пять месяцев. Дом Лидии Васильевны располагается в центре города на улице Ленина и сосед суд с кафе. Орловченко уверяет, что когда в общепите включают вентиляцию, на полную мощь в ее жилище поступает угарный газ. С проблемой женщина обращалась в различные инстанции. В итоге газовки приехали и опломбировали колонку. По какой причине в квартире до сих пор нет газа и горячей воды, разбиралась Карина Лаврушина. О такой истории с уверенностью, можно сказать, стара как мир. Началась она в далеком 2011-м, когда на первом этаже дома пенсионерки обосновалась Тревелс Кофе. Именно тогда Лидия Васильевна и ее соседи впервые почувствовали неладное. Когда включает вентиляцию кафе на полную свою мощность, то у нас их потоки, вот эти мощности, заглушает нашу. И у нас создается обратная тяга в ванне. То есть угарный газ идет. Управляющая компания по просьбе жительницы начала проверку. Выяснилось, что кафе имеет две вентиляции. При работе одной из них тяги в квартире пенсионерки нет, а при работе двух тяга обратная. Тогда Тревелс Кофе обязали вывести вентиляционные трубы выше крыши здания. Хозяева заведения все сделали, но это не помогло. Кто бы к нам не приходил, проверки Роспотребна, она всех вызывала. Она вызывала всех, кого только можно. Все к нам приходили, у нас все в порядке. Потом были многочисленные комиссии и предписания к управляющей компании исправить ситуацию. Делать это коммунальщики пытались не единожды. И трещины в стенах зумровывали, и участки стен перекладывали. И так 8 лет. Все продолжалось до тех пор, пока в январе в квартиру вновь не пришли газовщики. Ввиду отсутствия тяги колонку в ванне опломбировали. Люди остались зимой без газа и горячей воды. Жильцов предупредили, пломбу может снять только та инстанция, которая ее поставила. 30.04.2020 на основании письма Департамента строительства была обследована квартира номер один на наличие тяги из вентиляции кофейни. Обследование показало, что тяга отсутствует. Газовое оборудование было отключено и установлена пломба. Управляющая компания с газовщиками хотели пломбу снять, но жильцы против. Опасные обстоятельства ведь не преодолены. Кафе было выдано предписанное, но дело в том, что собственник кафе расположен вообще в другом городе. Мы выдавали им предписание, предписания игнорируются. За годы хождения по инстанциям у жильцов накопилась целая кипа документов. Здесь результаты экспертиз и отписки, и предписания. И что делать дальше, люди не знают. В квартире, в которой отключили колонку, живет инвалид второй группы. Уход за ним без газа и горячей воды очень проблематичен. Карина Лаврушина, Арсений Куликов, Алексей Нескин, Ирина Волкова. Телеканал Первый областной. Чтобы выбрать самые лучшие дворы, дома и подъезды в Орле, первая городская управляющая компания проводит конкурс «Мой дом, мой район, мой город». Сбор заявок на участие стартовал 1 июня. Впрочем, жители пятого дома по улице Орловских партизан конкурсы готовы давно. Ведь здесь разбиты одни из самых красивых клумб во всем городе. Сергей Прошкин расскажет подробнее. Трудно поверить, но всего два года назад за пятым домом по улице Орловских партизан ничего подобного не было, говорят местные. Здесь был пустырь, заброшенный, с сорняками, репейник, лопухи, все что угодно. Мне очень приятно было смотреть. Ну и потихоньку начинали с маленького, с маленькой клумбы. Потом, где появляется пространство, так сказать, мы его начинаем перекапывать, засаживать. Главное в благоустройстве – начать. Потом не остановиться, уверяет Валентина Воронина. Совершенству нет предела. Местная дворовая команда постоянно ухаживает за своими клумбами. Состоит она всего из трех человек, желающих помочь немного. Впрочем, главное, чтобы хотя бы никто не мешал, говорят жители. Цветы, кустарнички, где могли, там и брали. Ну вот и получилось то, что получилось. В том году мы организовали комитет по благоустройству территории, для того, чтобы участвовать в смотре территории. Ну и первый итог был неплохой. Мы заняли второе и третье место. Конкурс в этом году проводится уже в десятый раз. В нем уже традиционные номинации «Лучший дом», «Лучший подъезд», «Лучшая дворовая территория» и еще одна на лучшую презентацию появилась в прошлом году. Заявку на конкурс можно подать своей управляющей компанией. После признания на последнем смотре жители расслабляться не собираются. Совсем наоборот. Я, честно говоря, очень люблю астры, люблю бархатцы, люблю веселые ребяточки, которые маленькие георгины. Потому что вот сейчас, когда они распустятся, они так хорошо радуют глаз. Они в прошлом году все ходили люди и восхищались. Сбор заявок продлится до 1 июля, а уже лучших номинантов выберут до 25 июля. Кстати, с 1 июля «Орловчан» может ждать повышения тарифов ЖКХ. Однако в этом году подорожание коммунальных услуг может и не случиться. Будем держать вас в курсе. Это все на сегодня. С вами была Екатерина Морозова. Берегите себя. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова